Приветствую вас! Я думаю, что наиболее оптимальным вариантом для решения вашей проблемы было бы, если бы вы, например, просто делились с человеком тем, что у вас происходит. Ну, то есть, если бы вы рассказывали ему какие-то вещи, связанные, допустим, с собой. То есть, к примеру, что с вами случилось, что у вас произошло и так далее. То есть, это вот, мне кажется, было бы наилучшим решением, с одной стороны, это дало бы человеку понять, это дало бы человеку возможность, это дало бы человеку возможность понять, что конкретно вы от него хотите. Это дало бы возможность человеку понять, что вы от него ждёте. Вот, и это дало бы возможность человеку почувствовать себя, ну, скажем так, с вами более комфортно, что ли, более корректно, более естественно. Вот. Ну, по крайней мере, мне эта история видится с такой, мне эта история видится с таком ключе, и, соответственно, я думаю, что исходить вам нужно из этого. Конечно, безусловно, существует какая-то проблема у вас, почему вы, например, переживаете, да? Почему вам, например, обидно, почему, например, вы на это реагируете вот так. Я так полагаю, что у этого есть, безусловно, свои какие-то причины, вот. Но мне думается, что здесь ни в коем случае нельзя перевешивать это на вашего мужчину, вот. Потому что, если ему, к примеру, и так тяжело, если ему, к примеру, ему и так тяжело, если, то вряд ли он будет рад. Тому, что вы делаете. Вот. Поэтому, свои проблемы, которые есть у вас, желательно отделить от его проблем. Вот. И, значит, если вы его любите, если вы действительно его любите, если вы действительно хотите быть с ним, да? То вам имеет смысл подумать над тем, чтобы, ну, вести себя по отношению к нему несколько иначе, да? Ну, по-другому. Грубо говоря, чтобы вы старались, допустим, выразить какие-то свои чувства ему, да? Вот. Ну, чтобы это не было чем-то таким, обязательно негативным. Именно ждать, именно, именно ждать, вот как вы это делаете сейчас, ну, мне кажется, неправильно. Потому что, скорее всего, человек хочет от вас в какой-то поддержке, вот, скорее всего, человеку всё-таки нужна какая-то обратная связь, вот. От вас. От вас. Но, естественно, он в этом никогда не признается. Ну, то есть, не признается и не скажет, что ему что-то от вас нужно, вот, к примеру. Поэтому, может быть, что-то мои коллеги сказали вам по поводу того, что вам хочется внимания по отношению к, ну, по отношению к игре вам хочется внимания. Вот. А я думаю, что это правда, ну, что-то вас это задевает. Вот. А нужно исследовать. Нужно исследовать, почему, почему так сильно задевает. Вот. Мне кажется, что работать здесь нужно, вот, в этом направлении. И если вы, скажем так, эту работу проведёте, то ваши отношения станут здоровее, как минимум. Вот. Да, это проблема. То, что происходит сейчас с вами, между вами, да, это испытание, то, что происходит сейчас между вами, вот. Но, испытание может сделать ваши отношения более крепкими, если вы на это правильно проагируете. Вот. Так что, мне видится история вот такой, да, обещательно подумайте, вот, почему вам обидно, почему вас это задевает. Почему вас задевает тот факт, что человек с вами не делится, и вот это же, ну, его право, тем более, что для него семья, очевидно, имеет значение совсем другое, не такое, как для нас с вами. Вот. И, как бы, о проблемах его вы, ну, не в курсе. Вот. Поэтому, мне думается, что нужно обязательно разобраться, что с вами происходит. Эта ситуация, это показатель того, что вы чувствуете, показатель тех проблем, которые у вас есть. Ну, условно говоря. Вот. Это не страшно, в этом ничего, прям, обязательно, такого плохого и ужасного нет. Вот. Просто с этим нужно осторожно разобраться, да. То есть, например, вы, ну, допустим, допустим, вы боитесь, там, к примеру, его потерять, может быть, может быть, вы боитесь его потерять. Либо, может быть, есть ещё какой-то момент, то есть, вы ждёте, что он обязательно должен, там, с вами, допустим, откровенничать. Вот. То есть, это всё тоже очень такой, ну, очень важный момент на самом деле. Вот. Вот. И лучше будет, если вы для себя, вот, например, берёте, вот, на молодого, вашего мужчину, конечно, лучше всё-таки одного не бросать, да. Вот. Лучше будет, если вы, ну, отнесётесь к нему с пониманием, как, как, собственно, вы и пишите, что он понимает его хорошо. Вот. И будет лучше, если вы будете вести себя, как его девочка, вот, кое вы являетесь. И, соответственно, будет лучше, если вы не будете на него, на него давить. Вот. Вот. Мне видится ситуация такой, по крайней мере. Вот. И, ну, именно вот сейчас, на данный момент, мне ситуация видится такой. И всё мне видится в том, что вы слишком сильно, значит, на своих как-то зациклены. Вот. То есть, ну, мне так, по крайней мере, кажется, то есть, ну, он слишком сильно, сильно вам нужен. Вот. Слишком сильно вы в нём, ну, слишком сильно вы в нём нуждаетесь. Вот. На мой, по крайней мере, взгляж, по моему мнению. Вот. Вот. В принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, эта нуждаема, да, она также требует корректировки, если вы хотите этого. Конечно. Вот. То есть, ну, если у вас есть желание, да, то... Вот. С этим можно поработать. Вот. Значит. Обращайтесь, в личку разберём, разберём ваши отношения. И, собственно говоря, поисследуем их. И у меня тогда будет, будет понятно, что вам делать и как поступать. К примеру. Ну, то есть, это всё опять же... Это всё опять же... К примеру. Вот. Пока вы описываете только следствие, да? Вот. Но не сами причины. Вот так. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи! 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 Удачи!